Работает шикарный спонсор, я его очень люблю, это мой так же прямой, практически прямой спонсор. Это прекрасный муж, прекрасный отец, это очень хороший человек, он профессионал, во всех делах, за которые берется этот человек, эти все дела приходят просто в конфетку. И вы знаете, еще за что я люблю этого человека, его большой плюс, как я считала, особенно для мужчин, он всегда говорит только по делу. Встречайте, супер спонсор Сергей Мартырец! Спасибо, спасибо, очень приятно, Маш, действительно, стараюсь говорить по делу, не всегда получается. Когда мне жена говорит, ты так плохо говоришь по телефону, нужно по делу говорить, поэтому я работаю над этим. У меня сегодня такая важная тема, система спонсирования. Скажите, пожалуйста, кто уже в этом месяце подключил хотя бы одного партнера в бизнес? Есть, супер, друзья, вас поздравляю, вы молодцы, несмотря на то, что у нас были праздники, да, вы подключили. А кто подключил двоих? А троих? А четверых? Ну, я скажу, что три человека за полмесяца с праздниками, ну, респект. Я видел руку Надежды Головне, и именно поэтому она, наверное, приглашенный гость, именно поэтому она является одной из самым динамично растущих сейчас в Украине лидеров, поэтому мы еще послушаем его второй половине, я думаю, ту информацию, которую он даст, она очень будет ценна и позволит нам спонсировать от трех человек в месяц. Итак, поехали. Что такое спонсирование изначально, да? Спонсирование – это подключение людей в бизнес, да, и сопровождение их. То есть наша задача не просто человека подключить, да, а запустить его правильно, помочь ему стартовать и обучить первым, скажем так, шагам и навыкам. Благодаря нашей системе спонсирования, да, наша система называется 21, у нас все инструменты есть. У нас есть замечательное руководство, я знаю, что в этом зале буквально единицы, которые вы уже приобрели, да, есть кто-то с руководством? Есть. Супер. Руководство можно будет приобрести там, на заднем столике, у Анны, и у нас есть также система в интернете, сайт Систем 21, и там, в принципе, все пошагово расписано. Моя задача, в принципе, некоторые вещи отзвучить. Итак, как же нам нужно проводить встречи, да, то есть наша основная задача – сделать товарооборот. Для этого мы проводим встречи с нашими кандидатами, показываем им о возможности бизнеса, да, у нас есть инструменты, и люди принимают решения, интересно или нет. Кому-то интересно, они становятся потребителями, кто-то стартует, развивает с нами бизнес. Итак, что важно? Важно правильный настрой. Это то, о чем многие новички почему-то вот они как-то волнуются, они боятся, у них такая позиция, ну вот хотя бы кто-нибудь включись, я за тебя все сделаю, я тебе там все встречи проведу, я за тебя заплачу на бизнес день, приду, ну и так далее. Это неправильная позиция, у нас должна быть позиция дающего, а не просящего. Поверьте, люди это чувствуют. Если вы будете дрожать над каждым кандидатом, как правило, это происходит, когда у вас мало встреч, то люди будут чувствовать, что они не будут идти в бизнес. Если вы будете с позиции, что вы даете возможность человеку, вам не важно, человек примет ее или нет, будет больше людей подключаться, нужно вести себя с достоинством, нужно расслабиться, не нужно там суетиться по сумке, сразу там искать какие-то инструменты, нужно расслабиться, это всего лишь одна встреча, таким должно быть сотня, а то и тысячи. Постарайтесь отключить какие-то национальные привязки, чтобы человек не думал, что вы заинтересованы именно подключить его в этом месяце, потому что вы хотите там квалификацию какую-то сделать, да, чтобы человек не думал, что он у вас единственный, такой важный. Ну и, конечно же, ваша задача просто показать его возможность, а он сам будет принимать решение. У нас есть отличные инструменты, кто смотрел видео перед тем, как прийти в бизнес. Постепенно работаем. Отлично. А кто пришел, попробовал в тест-пак? Есть такие люди, которые в тест-паках еще в бизнес? Есть. Таких немножко меньше, но они тоже есть. Супер. У нас есть такие отличные инструменты, о них сегодня мы еще поговорим. Видео – это короткая видеопрезентация, на которой, в принципе, я не знаю, любой может нажать кнопку play, правда? То есть нам не нужно рисовать кружочки, нам не нужно рассказывать, как это работает. За нас это сделали наши лидеры. Поэтому на презентации просто включил видео на планшете, на телефоне, может быть, там, на ноутбуке, кому как удобно. Последовательное. Так, что нужно сделать? Итак, нужно человека пригласить. Пригласить на встречу. А то, как пригласить, у нас все расписано. У нас здесь четкие шаблоны в нашей системе. Все очень просто. Я звонил человеку и говорил там «Привет, Василий, мы с тобой там не виделись пару лет, ты там сейчас рассматриваешь какие-то возможности заработать?» Если человек говорит «Да», предлагаю встретиться, обсудить. Все очень просто, не нужно ничего придумать. По телефону нужно дать минимум информации, чтобы у человека не возникал вопрос. Вообще-то все написано. На первой встрече ваша задача коротко рассказать о бизнесе буквально в двух словах. Что мы сейчас работаем с немецкой компанией, есть хорошие результаты, хорошая перспектива. В Украине компания относительно недавно, я хочу с тобой поделиться. Интересно? Интересно. То есть мы на первой встрече человеку показали видео, если ему интересно, мы ему дали, ну, правда, лидер, идеально. Мы ему дали дополнительную информацию, пригласили его на стартовый семинар. Стартовый семинар – это такие мероприятия, которые проходят каждый четверг. У нас в гостинице стоя в 7 часов вечера, где в течение полтора часа вам расскажут и покажут, что нужно делать в этом бизнесе. То есть первый этап – это мы провели встречу. Второй этап – человек приходит на стартовый семинар. У нас продаются билеты. Билеты есть там, также в конце зала. И, в принципе, это наш основной инструмент. Показали видео, провели встречу. Те, кто отсеялся, понятно, не дойдут. Кто-то остался, пришел на стартовый семинар. Ну и, конечно же, желательно дать человеку информацию. То есть после встречи мы даем ей сайт у нас info.r.ru. Или же вы можете по своему, ну, скажем так, по своему усмотрению. Если вы проводите встречу предпринимателю, я, по крайней мере, всегда стараюсь скинуть ссылку на Михаила Маланичева или есть еще несколько северных предпринимателей. Если вы проводите встречу, допустим, ну, какой-то девушке, которая там, мама, да, сейчас очень много, я вижу, у нас в зале мамочек. И вы также можете скинуть ссылку на какую-то, допустим, на Александру Ярматову, да, где она в декрете с ребенка построила большой бизнес. То есть в какой-то истории это очень хорошо работает. Иногда я скидываю какую-то информацию, там, уже с нашими лидерами, да, вот есть там хороший обзор у Андрея и Жени, где они показывают, как в действительности выглядит бизнес в Украине. И, конечно же, в идеале дать человеку тест-пак. Потому что если вы не найдете тест-пак, то, во-первых, под сомнение станет вторая встреча, потому что очень часто люди приходят домой, они общаются со своими вторыми половинами, да, и особенно если это мужчины. Приходят к женам, и жена говорит, слушай, что ты там, тебе навешали? Я ж уже, у меня же есть опыт, я ж когда-то была где-то там, не буду называть компанией. И обычно на этом все заканчивается. Но, честно скажу, сегодня у меня должен был прийти парень, который заинтересовался, все супер, он сказал, я билет куплю, я куплю два билета, ну, с женой мы придем. Ну, понятно, что их зале нет, потому что он пришел к жене. Я прививку как бы сделал, я рассказал, что ты понимаешь, что жена, скорее всего, ну, ты же ей не передашь всю информацию, которую я сказал. Если она у тебя имеет какой-то опыт, может быть, она не особо позитивный. Смысл в том, что их зале нет, потому что я не продал билет. Да, я, ну, скажем так, не нашел, наверное, подходящих слов, чтобы он, он хотел купить два билета, ну, скажем так, может быть, это не совсем моя вина, но сам факт, что билет не был продан. У билетов еще у нас будет спикер, который четко расскажет вам систему работы. Цель встречи. На первой встрече ваша задача не рассказать прям все, что вы знаете. Это ошибка многих новичков, мы тоже через это проходили. Прям в течение двух часов мы выливаем информацию всю, которую знаем на человека. У него просто в голове там сплошная каша, он ничего не знает, и у него остается впечатление, что, ну, что-то было, ну, может быть, шикнули ему на руку парфюм, и куча информации, и какой-то ненормальный человек. Все. Поэтому я никогда не думаю вам встречу проводить, ну, система рекомендует встречу проводить там не более часа, не более. То есть, в идеале это 40-45 минут. Иногда встречи проходят за 5 минут. Когда ты человеку спрашиваешь, ты открыт, или если человек говорит, у него все хорошо, я не открыт. Ну, вот тебе тест-пак, иди пробуй. Все. То есть, бывают и такие встречи, но в основном это минут 40-45. Если человек готов стартовать, и вы его запускаете, может быть, тогда встреча будет немножко дольше. Итак, план встречи. На встрече нужно познакомиться. Буквально в двух словах, с целью встречи задать несколько вопросов. Я обычно, если мой, скажем так, партнер пригласил меня как спонсора на встречу, да, и привел своего кандидата, я задаю несколько вопросов. Откуда вы друг друга знаете, как хорошо знаете, да, если чаще всего это знакомые люди. Я задаю вопросы, был ли опыт в бизнесе, потому что мы будем говорить о бизнесе, да, чем занимаетесь в деловом плане. Эти все вопросы у нас прописаны в системе, поэтому я ничего не придумываю от себя, все можно изучить, главное это немножко попрактиковаться. Затем, если человек уже, скажем так, мы нашли общий язык, я говорю, окей, у меня есть видеоролик, в котором изложена суть нашего бизнеса. Я тебе предлагаю его посмотреть, там буквально немножко больше 10 минут. У тебя, скорее всего, появятся какие-то вопросы, что-то, какие-то вопросы отходят. Будет интереса в суде, не будет, ну, сэкономим время, окей. Но что с полейтией говорят, окей. Очень важно перед тем, как включать видео, сделать такое, как, ну, передаем, называется, трейлер видео, да, то есть, немножко, ну, в двух словах сказать. Не просто включить видео и сказать, ну, смотри. Нет, нужно сказать, что в этом видео есть партнеры, которые уже достигли хороших успехов. Мы перенимаем опыт у этих людей, они нам помогают. И вот сейчас в этом видео, когда мы посмотрим, они полностью все расскажут. Что себе представляет наш бизнес, какие есть варианты сотрудничества, что себе представляет компания, с которой мы работаем. И, ну, поверьте, у меня, ну, 99% людей смотрят видео до конца. Но я вижу много партнеров, которые говорят, ой, у меня никто не смотрит видео. Они включают и сразу же выключают. Все зависит от того, как вы относитесь к этой встрече, как вы делаете промоушен этому видео. Если вы не делаете, вот такие вот слова не говорите перед видео, то люди, скорее всего, будут выключать видео. Ну, потому что им кажется, что они уже что-то подобное видели. Очень важно ваше отношение и вот этот подозрительный этап. То есть, если вы делаете все правильно, если у вас позиция нормальная, правильная, если вы выглядите хорошо, по деловому, да, это важный момент. Потому что, если вы приходите на встречу по бизнесу, в каких-то кроссовках, в спортивных штанах, да, или в джинсах, ванных. Ну, я думаю, вы понимаете, о каком бизнесе можете идти речь. К сожалению, приходится об этом говорить, да. И сейчас жарко, хочется, чтобы у нас был аромат ЛР, правда, а не какой-то неприятный. Но, тем не менее, это важно. Я думаю, большинство людей из Равусича это понимает. После видео нужно спросить, интересно ли человеку узнать больше. Если человек говорит, мне интересно узнать больше, тогда мы уже можем договариваться на вторую встречу, тогда мы можем человеку предоставить дополнительную информацию. Я обычно договариваюсь, куда тебе скинуть дополнительную информацию. В ВКонтакте, допустим, или на Фейсбук, или на почту. Ну, в наше время 99% людей, они все-таки имеют или же аккаунт в соцсетях, или же электронную почту. Хотя встречаются те, которые не имеют. Их очень мало, конечно, но они есть. Таким людям, конечно же, можно дать какую-то печальную информацию, презентацию компании, каталог, тест-фак. Почему бы и нет. Назначить вторую встречу. Это очень важный момент. Вторая встреча, это, знаете, такой момент, который показывает эффективность вашу. Если у вас будет много первых встреч, но не будет вторых встреч, скорее всего, бизнес у вас не будет расти. У меня есть группы в других городах, и есть, допустим, группа Винницы. Вот у них, вроде как, встречи проводят, все нормально, но вторых встреч нет. Почему нет? Скорее всего, что-то делают не так. Чаще всего, если вы не назначаете вторую встречу, ее у них не будет. Есть несколько фишек, чтобы вторая встреча состоялась. Первая, самая простая, человеку что-то нужно дать. Если вы человеку даете, допустим, тест-факт, вторая встреча по-любому будет, да? То есть вам нужно будет его забрать, как минимум. Если вы человеку даете каталог, если вы даете ему какой-то диск или какой-то товар, вы все равно с ним встретитесь. Также очень важно на второй встрече договориться. Сразу же на первой встрече я человеку говорю. Я сейчас скину информацию, чтобы ее изучить, ну, может быть, час, нужно, полтора. Когда у тебя получится это сделать? Обычно все адекватные люди говорят, ну, там, сегодня, завтра, может быть, там, три дня. Затем, если человек говорит, через неделю, я говорю, окей, тогда через неделю тебе скину. Затем, после того, как он сказал, там, два дня, я говорю, сегодня у нас, допустим, воскресенье, давай, во вторник, какое время удобно будет встретиться? Ты запишешь все вопросы, которые у тебя будут на листик, я постараюсь на них ответить. Если человек говорит, ну, я не знаю, начинает ломаться, ну, понятно, что очень сложно будет вторую встречу с ней провести, но, тем не менее, нужно стараться это сделать. Если вы достанете ежедневник и скажете, у меня свободно во вторник в 12 часов или в 5, когда тебе удобно? То есть это называется выбор без выбора, я думаю, многие знают, да? То есть человек сразу же думает, когда ему удобно, в 12 или в 5. Если вы проводите встречи сами, очень хорошо работает, когда вы назначаете вторую встречу со спонсором. То есть вы уже с нами встречу провели, но человек заинтересовался, оценил видео, допустим, на 7, 8 или на 10, и вы сразу же звоните своему спонсору и говорите, Андрей, у меня здесь сидит, допустим, мой однопластник, он оценил видео на 8, ему понравилось все, мы могли бы с тобой во вторник встретиться, когда тебе удобно. Андрей говорит, ну, и назначай на 5. И ты, Вась, тебе на 5 удобно? Если он говорит да, поверьте, вероятность очень низка, что он не дойдет. Если человек нормальный, он пообещал, как минимум, вам и еще вашему спонсору. Поэтому больше вероятность, что человек дойдет. Ну, это такие фишки, которыми я рекомендую пользоваться. Большая вероятность будет вторая встреча. После встречи важно сделать такую вот прививку, да? То есть мы обычно людям говорим, я тебе не рекомендую пока кому-то рассказывать о этом бизнесе. Потому что большинство людей, они будут задавать тебе вопросы, на которые ты еще не знаешь ответы. Ты можешь потерять их. Поэтому я тебе рекомендую, разберись сам, прими решение, а затем я тебе помогу профессионально сделать бизнес и донести информацию своим знакомым. Но все равно многие люди рассказывают. Но хотя бы нужно постараться это сделать. Вторая встреча. Как проводить вторую встречу? Вторая встреча – это очень важный момент. И если человек доходит до второй встречи, это уже большая вероятность, что он включится в ваш бизнес. У нас, знаете, наш бизнес – это сплошной отсел. Первый отсел происходит на этапе написания списка. Когда мы пишем список, кого-то мы забываем, может быть, кого-то мы не пишем специально, да? У нас какие-то есть в голове ограничители, которые со временем уходят. Затем мы приглашаем, и все приходят. Затем те, которые приходят, и все приходят на вторую встречу. И со второй встречи не все стартуют. И более того, те, кто стартуют, и все добиваются успеха. Поэтому это своего рода статистика, нужно просто отработать. Поэтому на второй встрече, на второй встрече я обычно задаю вопрос. Удалось ли посмотреть информацию, которую я сейчас бросил? Если человек говорит «Да», затем важный вопрос «Что тебе понравилось больше всего?» Не задавайте вопрос «Что тебе не понравилось?» Не задавайте вопрос «А что ты там увидела?» Расскажи подробнее. Не нужно. Просто задавайте вот эти вопросы. Все очень просто. Удалось посмотреть? Посмотрел? Да. Что понравилось больше всего? Сделайте так, чтобы человек сам рекламировал этот бизнес. Если человек сказал «Ну, машины» и все. Попросите подробнее рассказать, что конкретно, как бы ты хотел. На второй встрече важно, что человек может быть, поговорить о чем-то таком важном для него. О какой-то мечте, о каких-то его целях. Очень важно на второй встрече также предложить стартовать. Потому что у меня были такие кандидаты, какие-то такие партнеры, которые на второй встрече провели, но и не договорились ни к чему. Поэтому не стесняйтесь, прямо говори человеку «Ты готов стартовать?» «Давайте стартаем, зачем уже зарабатывать деньги». То есть предлагайте, давайте зарегистрируемся. Ну, в принципе, на слайде то же самое, о том, о чем я сказал. Очень важный инструмент, то, о чем я сказал, это руководство и наше системное обучение. В принципе, там все по полочкам разложено. Когда вы начнете ее изучать, расскажите, кто изучал 10 чагов? А кто подписан на рассылку? А кто не знает, о чем я вообще говорю? Саша не знает, да? Окей. Я вам рекомендую, если вы еще не подписаны на рассылку, обязательно это сделайте, потому что там будет приходить вам полезная информация, очень много новостей и очень много тех фишек, о которых мы сегодня здесь говорим. Знаете, вот то, что, все, о чем я говорил, это будет важное лишь при этом условии, если вы будете проводить много встреч. Понятие «много» — это, ну, у всех разное, да, но много, я имею в виду, если вы будете старинно проводить от 15 до 30 встреч в месяц. Я знаю, что сейчас для многих людей эта цифра кажется, ну, вот те, кто первый раз, ну, как-то немного, да, 30 встреч, ну, встреча занимает час, ну, пусть полтора, доехал, приехал. Одну встречу в день, разве это много? Вот те люди, которые ходят по найму, да, работают, да не 8 часов в день работают. Причем много-много лет. Наша задача — проводить одну встречу в день. Для этого нужно делать какое-то определенное количество звонков. Как правило, это нужно сделать, чтобы провести одну встречу, нужно сделать там от 3 до 10 звонков, в зависимости от того, кому вы звоните. Если вы знакомым своим звоните, да, тёплому рынку, то, как правило, каждый третий находит на встрече. Если вы звоните незнакомым, то, может быть, статистика будет немножко хуже. Но все зависит от вашего опыта. Поэтому вот такой вот слайд очень важный, чтобы у вас было в месяц от 3 до 5 партнеров, вам нужно проводить минимум 30 встреч в месяц. Это хороший темп, очень важно его держать на протяжении нескольких месяцев. Лучше несколько лет. Я скажу так, что те люди, которые сидят на первых рядах, это те люди, которые как минимум 3 месяца держали этот темп. И, конечно, у каждого разная статистика. Работал лучше. Допустим, у нас есть Валерия с Игорем, у которых очень классная статистика. Потому что это люди, которые в своём кругу они добились большого уважения. Их люди уважают. Но есть люди, допустим... Славик, я не знаю, где-то здесь есть. Вот. Молодой парень, у которого... Ну, как окружение студента. Да, я верю, что статистика у тебя хуже. Тем не менее, этот человек, как он является младшим менеджером, с этой, Слава, нужно сидеть здесь. И это человек, у которого... Просто ему нужно было больше встреч проводить. Вот и всё. У нас также с женой. Сначала была лучше статистика, потом хуже. Когда мы начали работать с людьми незнакомыми, статистика стала, конечно же, немножко хуже. Когда появился результат, статистика опять стала лучше. Поэтому всё относительно, но в больших цифрах примерно это всё дело вот так. На сцену не буду, наверное, никого вызывать. Скажите, пожалуйста, кто заспансировал в первую линию три и больше человека в прошлом месяце? А в позапрошлом? Нет таких людей? Просто тяжело вспомнить, да? Я скажу так, если взять статистику, то все лидеры серебряного, да, серебряного лидера организации и выше, это те люди, которые спонсировали в месяц от трёх до пяти человек. И это работает. Поэтому, если вы хотите успеть, вам нужно научиться простому навыку спонсирования. Для этого, конечно же, нужно будет работать над собой, над своим внешним видом, над своей уверенностью. Поверьте, когда я первые встречи проводил, мне, конечно, проводил их Андрей Корольский, я был не уверен, мне было очень тяжело с людьми разговаривать. Но прошло время, я очень быстро это всё дело подхватил, начал сам встречи проводить. Я вам рекомендую первые встречи, лучше первые, наверное, 5-10 провести со своим спонсором. Это очень важно. Потому что я вижу, что многие навещи стартуют, и они, знаете, я сам всё знаю. И, как правило, такие люди выпадают с бизнеса в ближайшие один, а то и меньше месяца. Поэтому первые встречи со спонсором. Дальше вы увидите, как он это делает, и вы сможете перенять опыт. Если ваш спонсор не активен, идите вверх. Сутичись к верхнему спонсору, он проведёт встречу. Вот, в принципе, у меня всё. Я постарался изложить коротко. Конечно, это очень широкая тема. Здесь очень можно долго, можно больше двух часов разговаривать во всяких там нюансах спонсирования и так далее. Но самое важное, вы будете приобретать эти навыки в процессе.